Смотрите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Будьте добры, пожалуйста, откликнуться в чате. Спасибо, что некоторые уже написали. Спасибо, Марина. Спасибо, что некоторые уже написали, как у них настроение, как погода. Кто-то говорит, началась зима. Ну, как бы, скажем, уже почти февраль, пора и начаться. Но у нас, например, в Косковской области зимой большая-большая проблема. Рейми, Мадди, вот такие как бы лужи-лужи, за окошко гляжу, тут лужи-лужи у нас, и ничего пока зимнего не ожидается. Спасибо всем, кто присоединился. Вебинар наш будет длиться приблизительно час, плюс-минус немножечко, да? Значит, смотрите, я рада, что меня видно и слышно хорошо, но вы знаете, что интернет это дело такое, что вдруг пропаду или что, значит, буду переподключаться, никуда не уходите. Дальше, по окончании вебинара вам будут разослана презентация моя, ссылочка на материалы, я предоставлю это организаторам Релот, да, и сертификаты об участии, да, поэтому все это будет рассылаться вам в течение недели. Поэтому, пожалуйста, наберите терпения, но как получить побыстрее материалы и презентацию, я покажу вам чуть позже. Ну что ж, я думаю, что все на месте, и мы с вами начинаем. Тема у нас сегодня очень интересная, Teaching Songs. Все мы с вами знаем ценность этого tool, да, этого инструмента. Но я думаю, что каждый из вас, как новый учитель, так и учитель опытный, сегодня обязательно вынесет для себя что-то новенькое, и об этом мы с вами поговорим в конце. Вы мне скажете, что, какой outcome, какой insight вы вынесли из сегодняшней презентации. Ну что ж, меня зовут Ольга Владимирова, по мужу я Эль Казас. Я немножечко представлюсь. Родом я из Донецка, уже 5 лет, как я живу, в России. До этого я жила в Египте 13 лет. Также мы регулярно 2 раза в год бываем в Финляндии, где мы организуем школу для учителей английского языка. Учителя со всего мира приезжают и повышают свои квалификации. Я отвечаю за организацию и за методическую часть. Об этой школе я чуть-чуть расскажу вам попозже, если у нас останется время. Я выгляжу, конечно, молодо и красиво, но на самом деле опыт преподавания у меня уже больше 24. Наверное, вот 20-й год это будет 25 лет, как я работаю преподавателем. На данный момент у меня есть сеть кембриджских клубов в России. И очень-очень-очень мне нравится работать как Тичи Трэйна, в принципе, что я сейчас и делаю. Особенностью моих сессий всегда является практика, что я показываю уроки свои, да, я показываю деток. То есть вы не только теорию от меня услышите, вы увидите, как это можно действительно внедрить, как на то, что я вам говорю на разные техники, вот эти даже книг среагируют дети. Вот, и сегодня не исключение, вы увидите несколько моих уроков. Также у меня есть онлайн-курсы, они в основном по кембриджским экзаменам. И очень часто я практикую офлайн-тренинг, практически каждый месяц я куда-то езжу. И даю офлайн-тренинги, а ближайших я тоже расскажу вам в конце. Ну, я думаю, что многие из вас знают, что у меня есть методическая группа Cambridge Teacher. Веду я ее в основном в ВКонтакте. Сейчас немножечко так в Фейсбуке и в Инстаграме я начинаю продвигать, но, конечно, никак не могу привыкнуть, потому что ВКонтакте, я все-таки считаю, до сих пор самый удобный инструмент для ведения вот такой профессиональной деятельности. Ну что ж, вот мы с вами немножечко познакомились. Кратенько о том, что будет сегодня. Я вам уже намекнула, даже, наверное, четко сказала, не намекнула, что будут фрагменты моих уроков. Вы получите несколько готовых алгоритмов, как и в вебинаре про Чанты. Про Чанты в предыдущем вебинаре тоже с Релот. То есть вы получите какие-то готовые инструменты, какие-то готовые алгоритмы, которые вы сможете сразу поменять у себя. Конечно, мы немножечко поговорим, когда нужно вставлять песни в урок английского языка, как это вставлять, зачем. Я думаю, что здесь мы немного с вами остановимся, потому что все знают, зачем. Что значит «как вставлять», да, в чем сложность? Сложность в том, что когда мы с вами обучаем young learners, они еще не умеют читать, а в книжках, да, в класс 2 написан текст песни, они не умеют еще это читать, они не могут, естественно, дома все это заучить, и не надо, чтобы они это делали. Вот как научить их запомнить эту песенку без того, чтобы они прочитали lyrics, да, об этом вот мы подробненько сегодня остановимся. В основном все мои примеры сегодня будут по Family and Friends. Я давний поклонник этого курса ОМК, скажем так, да, с ним я еще работала в Египте и всегда в Донецке, здесь в России работаю. Мне нравится этот ОМК, тем, что там настоящие живые герои, люди, всем понятно, там семья, там маленький братик, который растет из издания, от уровня к уровню, скажем, да, там Family and Friends старт, он малюсенький, ему там 3 годика, Family and Friends один, ему уже 5, там братики его пошли в школу и так далее, то есть все это дети отслеживают, действительно очень понятная, хорошая история. Ну и, конечно, в Family and Friends есть несколько особенностей, например, чанты, я о них рассказала в прошлом вебинаре, если вы не смотрели его, то напишите мне, я пришлю вам ссылочку, где это можно сделать, вот, а также песни, вот одна из хороших таких особенностей – это песни. Вы сегодня их услышите и вы поймете, что даже если вы не работаете с этим ОМК, они вполне применимы и для работы с любым ОМК. Так, и для начала я хочу у вас спросить, скажите, пожалуйста, сколько песен вы обычно вот используете на уроке? Пожалуйста, будьте добры, напишите в чат, сколько песен обычно вы используете на уроке? И лучше еще написать тоже, какова продолжительность вашего урока. Ну вот у меня, допустим, урок даже с Ян Леонерси дает 90 минут, да, полтора часа, то есть я их вижу два раза в неделю, а по 90 минут. Так, по одной песенке пишут мне люди, две песенки, хорошо. Так, одну песенку за 45 минут, три песенки для детей с 6-7 лет, хорошо. Так, еще какие есть у нас варианты? Три пишет Ольга за 60 минут, одна песенка за 45 минут, одна-две песенки использует Маргарита. Айгуль пишет две песни, максимум три, урок 45 минут. Это хороший вариант, я бы сказала. Так, Римма пишет одну песню за 90 минут и одна песня за час. Ну, в принципе, я вас поняла. На самом деле, те, кто использует одну песенку за урок, я хочу сказать, что вы еще не дооценили, вы недооценили песни, вы недооценили songs. You underestimate songs. Значит, что происходит у меня на занятиях, да? Значит, мы используем, естественно, hello song. Hello song – это та же welcome song, то есть то, с чего все начинается. Безусловно, с я-learners – это самый лучший способ начать занятия, да? To warm them up. Дальше. Идет песня у меня на каждую часть урока. Обычно урок у меня состоит из трех частей. По 30 минут, грубо говоря, они разделены, да? То есть, если мы начинаем grammar section, значит, у нас начинается с грамматической песенки. Если мы начинаем vocabulary, начинается с vocabulary песенки, да? Если у меня идет алфавит, значит, мы делаем какую-то алфавитную песенку и так далее. И в конце всегда идет пульбайс. Всегда. Хорошо. Прежде чем мы с вами перейдем к следующему слайду, скажите, пожалуйста, зачем вы используете песни на уроке? Зачем? Будьте добры, напишите, пожалуйста, в чат-боксе ваш ответ. Зачем использовать песни на уроке? Вот такой вот у меня к вам вопрос. Да, вот вы поете песенку. Зачем вы ее поете? Ольга пишет to relax. Так, еще какие есть у вас варианты? Спасибо, Ольга. Так, еще какие варианты у нас есть, да? То есть, вот у вас hello song, допустим. Зачем она вам? Зачем вы ее ставите? Зачем вы ее делаете? Goodbye song. Зачем нужна? И вот что вы пишете? Так, Наталья пишет создание настроения, повторение лексики, грамматики, абсолютно. Закрепление слов, точно. Заполнить новые слова для грамматики. Заполнить, наверное, имеется в виду, да, новую грамматику. Так, to warm up, абсолютно, конечно. Так, повторение, да. А повторение, конечно, это очень хороший способ pronunciation, абсолютно согласно им. А, конечно, никакой больше tool, кроме чанта и сонг, поставить нам произношение. Так, новые какие-то единицы, поняла, да, Марина? Хорошо, спасибо. Так, и to learn vocabulary, grammar, phonics, вот. Конечно. У нас нет такого урока, чтобы был именно один грамма, да? Да, Елена, по чантам, по чантам, будьте добры, напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте. Я напишу, я оставлю вам свои данные, я скину вам динар по чантам. Вот, либо вы можете обратиться тоже в релот. Значит, вот смотрите, допустим, вы пишете, что мы используем песни, to learn vocabulary, grammar, phonics и так далее. Почему я говорю, что никак у вас не получится одна песня за урок? Потому что на каждой, на этой части есть песенки, правильно? Я думаю, что у меня тоже идея очень похожая на вас. Значит, во-первых, песни мы используем, особенно в начале, в сентябре, очень-очень много хороших песенок, фактильных песенок, как, например, nice to meet you, прям вот с пожатием ручек, да, или what's your name, what's your name, what's your name, вот много таких интересных песенок для того, чтобы раскрепостить детей. Это у меня написано пунктиком отдельно, overcome shyness, потому что, когда дети к нам приходят, несмотря на то, что они young learners, они достаточно зажаты на руку, они не знают вас, для них новый язык, они не знают это место, они не знают друг друга, и только песня поможет вам создать вот этот positive learning environment для того, чтобы дети смогли раскрепоститься. К сожалению, у подростков уже этого инструмента нет, поэтому с ними сложнее и дольше наладить этот emotional и social atmosphere. А благодаря песням именно нам очень легко это сделать с young learners. Второй момент я написала to stick, particular vocabulary или grammar structures, да, почему? Потому что они все очень-очень catchy, они очень навязчивые, привязчивые это песенки, да, а сегодня вот несколько я вам покажу, и вы и так, в принципе, знаете без моих examples, что они действительно заседают в голове напрочно, надолго, и когда мои дети не могут вспомнить, допустим, структуру how old are you, да, они начинают песенку вспоминать и вспоминают это. how old are you, how old are you, how old are you, since, у нас такая песенка, и как только я им показываю так и вот так, у них уже ассоциация срабатывает. А, точно, это же how old are you, да, вот. Также мы с вами, to add movement, конечно, для того, чтобы им подвигаться лишний раз, не думайте делать песни сидя, так же, как игру с мячиком нельзя делать сидя, в этом весь и прикол, что мы это делаем стоя, даже если песенка спокойная, все равно поднимите их еще раз, пусть они пошатаются, если это у вас медленная песенка какая-то, да, а не быстрая, но нельзя песни делать сидя. Дальше, to create joyful learning atmosphere, конечно, потому что любая песня, это всегда праздник, когда мы идем на концерт какой-то звезды, когда мы смотрим новогодние, я не знаю, шоу, представления, да, там всегда есть песни, потому что песня – это действительно всегда какое-то воодушевление, поднятие настроения. Что очень важно, у маленьких деток мы еще не можем им показывать фильмы на английском языке, допустим, книжки, они еще не могут читать английский, поэтому authentic material очень ограничен с ними, да, то есть это cartoons и вот песни. Вот, поэтому, конечно, надо обязательно их вставлять, причем не только адаптированные песни, да, вот уже начиная с третьего года обучения, я вставляю им песни аутентичные, аутентичные какие-то, вот у нас недавно была джазовая песня, с группой, которая готовится на Examine Morris, идут по учебнику Family and Friends 3, да, то есть ребята, третий год обучения у меня. Вот, песня была When You Are Crying, When You Are Smiling, такая песенка как бы джазовая хорошая была, и они хорошо к ней уже отнеслись, потому что они хорошо, позитивно относятся к песенкам. Дальше, что очень важно, я уже говорила, что они кетчи, поэтому они будут outside the classroom использовать эту песенку, а значит использовать язык. Во-первых, родители увидят сразу, да, что что-то происходит на уроке, что-то ребенок уже повторяет, что-то он принес домой, вот, а нам нужно, конечно, чтобы они лишний раз попели, вспомнили, practice был такой, как бы, да, вот песни как раз очень в этом нам помогут, с вами. Дальше, песни, песни у нас очень много, всяких разных, поэтому мы можем, у нас есть выбор, мы можем выбрать и должны выбирать то, что подходит именно нашим студентам. При всем своем, при всей своей любви и уважении к Family and Friends, не все песни я использую там, не все. Какие-то я понимаю, что именно моим детям не подходят, потому что у меня очень живые дети, если я им поставлю, они уснут под эту песню, да, вот. Какие-то наоборот, confusing, как бы, да, поэтому, конечно, нужно еще выбирать, подбирать, сейчас выбор у нас очень-очень большой. И, конечно, песни, так же, как и чанты, так же, как и игры, они являются естественным инструментом для обучения детей. Они себя чувствуют здесь, как рыба в воде. Но, конечно, после того, как выполнил пункт номер один, то есть вы использовали песни для того, чтобы детей раскрепляли. Ну что ж, это была такая вводная часть у меня. А теперь переходим к делу, да. Итак, что же такое Hello Song, да. Это песня в начале урока. То есть мы сегодня с вами разберем, какие виды песен вообще бывают, и поэтому я вам объясню, почему нельзя использовать только одну песенку на уроке английского языка, да. Итак, Hello Song, Dear Colleagues, это не обязательно именно Hello, 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 How are you? Hello, Hello, и так далее, да, не обязательно. Welcome Song, она может быть абсолютно любая. То есть когда-то это просто Hello Song, пока мы еще, ну, первой недели две, пока мы не выучили никакую песню из Classbook, которая у нас есть, да. Вот, если мы уже выучили там, например, те же Days of the Week, или How are you, или How old are you, или What are you doing? То есть любые песенки, которые мы с вами выучили, мы уже их вставляем и повторяем, да. А сейчас я поставлю вам фрагмент начала урока моего, это дети, второй год обучения. Так, будьте добры, останьтесь, пожалуйста, со мной и скажите, работает ли у вас видео, видно ли вам, слышно ли вам видео? Потому что здесь немножечко такие операции у меня идет все перевоплощение. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я думаю, что вы поняли уже основную мысль, да. Так, видно, всем было видно, слышно, да, спасибо. Значит, я думаю, что вы поняли, коллеги, основную мысль. Во-первых, во-первых, как вы видите, все, абсолютно все делают детки у меня, да, то есть я за autonomous learning, да, то есть я за autonomous learning, абсолютно, даже в песне. Во-вторых, после singing, вот это как раз-таки где-то второй урок, когда мы делаем с ними вот это вот, what are you doing, то есть конструкция present simple, она нам нужна для того, чтобы сдавать экзамен starter. Вот, конструкция очень сложная, поэтому они допускают грамматические ошибки во время speaking, но это только второй урок, это только начало работы, все это допустимо пока, да. Но после того, как мы закончили песенку, обязательно, прям вот обязательно, услышьте меня, пожалуйста, и запомните, обязательно нужно потом эту структуру и эту лексику, которую мы с вами делали, вывести в speaking, обязательно. Это то, что я называю дожать песенку, да, дожать песенку, зачем мы пели эту песенку, мы же ее пели для того, чтобы активизировать структуру what are you doing, я конкретно говорю про это видео, да, what are you doing, вот, поэтому, конечно, сразу я это показываю им, что это они могут применить, когда они описывают картинку, да, после этого, после того, как мы с ними поописывали картинку, опять же, обратите внимание, что дети друг друга спрашивают question, какой мне смысл спрашивать question, я один раз показала модель самым сильным учеником, да, и дальше они уже пошли сами, 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 сами вспоминают, если они забыли, этот сильный ученик им подскажет и так далее, да, после того, как они по картинке пообщались, потом они спрашивают друг друга, what are you doing, и они говорят, что они делают в данный момент, we are standing, we are singing, we are dancing и так далее, да, то есть самое главное, после любой песенки, будь это hello song, welcome song, любой песенки, надо дожать speaking, надо эту структуру сразу же применить в жизни, и особенно это касается вот hello song или welcome song, как я их называю, да, здесь я думаю, что все понятно, будьте добры, напишите, пожалуйста, чат, все ясно, все понятно, или есть ли вопросы по этому виду песенок, возможно, вы с чем-то согласны, не согласны, тоже напишите, чтобы я могла понимать, что я иду дальше, все ясно, спасибо, итак, идем дальше, goodbye song, как вы думаете, да, goodbye song, все ли из вас, напишите мне, пожалуйста, тоже в чате, все ли из вас делают goodbye song? Так, спасибо, что признались, кто да, кто нет, в основном я пишу нет, пишут мне нет, да, так вот, дорогие мои коллеги, goodbye song должен быть, а, да, за, тель, но must be, you know why? Сейчас я вам поставлю аудио, да, я вам сейчас расскажу, что мы с детками делаем во время этого аудио, и тогда вы поймете, для чего нужен этот goodbye song, к сожалению, у меня нет видео из урока, которое показало бы вам, как это все делается, так, сейчас я постараюсь поставить только sound, и вы скажете мне, слышно вам или нет. Слышно? Отлично. G-O-O-D-Y-E. Я изображаю, что мы делаем, да? G-O-O-D-Y-E. That spells goodbye. Мы становимся с детками, да? I can jump. Мы повторяем и прыгаем. I can run. I can stop my feet. Мы стопаем. I can jump. I can run. И внимание. I can sing. One, two, three, four. Goodbye, teacher. Они смотрят на меня, махают мне, да? Goodbye, friends. Тут мы быстро-быстро собираемся и обнимаемся. Goodbye, school. Они показывают в школе. Goodbye, school. I see you again. I see you again. И так далее, да? Так, значит, еще разочек. Там получается goodbye, teacher. Они махают мне. Goodbye, friends. Это целый челлендж. Потому что goodbye, friends идет всего, ну, сколько? Пару секунд, да? Goodbye, friends. Goodbye, friends. За эти секундочки они должны успеть собраться ко мне. И мы вместе обнимаемся, да? Мы же friends. Потом они быстро разбегаются, показывают goodbye, school, да? И I see you again. Они смотрят друг на друга, да? I see you again. Каждый раз они смотрят друг на друга. Скажите, пожалуйста, зачем вот мне нужна эта песенка в конце? Ну, goodbye, song бывает разный, да? Это уже достаточно продвинутая goodbye, song. Есть у меня такая? Пока я говорю, вы пишите. Потому что зачем мне именно эта goodbye, song нужна? Которая сейчас продемонстрировала. А я пока расскажу, что они бывают разные у меня там. У меня есть see you later, alligator, bye, 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 bunch of lies у меня есть. Ну, разные совсем, да? Ну, вот это самое мое любимое, которое я вам изобразила, называется goodbye, school. Как вы думаете, почему мне именно эта goodbye, song нужна? Использую я ее вот уже с ребятками, которые второй год обучения. Наталья пишет мотивация на дальнейшие занятия. Однозначно, потому что мы говорим друг дружке, see you again, see you again. Так, еще зачем? Объединение группы. Конечно, спасибо, Ольга, для объединения группы, понимаете? То есть в тот момент, когда они смотрят на меня и говорят goodbye, teacher, я им посылаю там kisses, да? И вот это когда у нас goodbye, friends, надо быстро всем собраться. Представляешь, какой-то челлендж для них. А-а-а, бегут они друг к дружке, быстрее хватаются и так далее, да? Вот для этого нужна goodbye song. И после этого они вылетают из класса, в прямом смысле, не потому что они быстро хотят покинуть, а потому что они воодушевленные. Они вылетают из урока воодушевленные. То есть вот must be нарисован smiley, потому что это positive atmosphere, чтобы закончить на позитивной нотке, понимаете? Надо закончить урок на позитивной нотке. Что как ни такая песня это сделает? Я никогда не использую вялое. Нет, нет. Я хочу, чтобы они вышли полной энергии, чтобы мы закончили на позитивной нотке, чтобы они пришли еще раз. И, конечно, это тот момент, когда мы можем друг дружку обнять, что бы у нас ни случилось на уроках, да? Потому что тактивное общение с young learners надо использовать, ведь до урока они к вам лезут тоже обниматься, рассказать, как дела, и после урока у нас происходит то же самое. Используйте это дорогое время, когда они станут с подростками, уже мы это с ними делать не сможем. А так пока вот наладить отношения очень запросто с помощью таких песен. Так, существует еще различный алфа-бедж-соник, да? Очень редко кто из нас дает одну буковку за урок. Я права? Обычно мы даем две буковки, а как Monster Teacher бывает 3-4, как бы так даем, да? Вот. Так вот, недавно, наверное, летом прошлого года, у очень известной компании Sinsen, которая Baby Shark сделали, да? У них появились замечательные мультики про алфавит. А если у нас начинается в центре, в клубе, как бы, да, та часть урока, которая посвящена Reading или алфа-бедж, то очень здорово поставить вот эти три минутки, и просто в качестве физ-минутки они эту песенку про танцуют. И вспомнить не только алфа-бедж, но и вспомнить слова. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду, а вы самостоятельно потом можете уже это все найти. Видно ли? Напишите, пожалуйста, в чат. Видно вам? Спасибо. Д-Д-Д-Дон-Uт-Д-Д-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле очень важно, конечно, во время того, как вы преподаете песенки, с местом уметь это все распределить вместе. На самом деле классы у меня маленькие, сейчас как раз таки я веду, я улыбаюсь, потому что я веду вебинар из этого класса, где это видео снималось. Вот, как вы видите, все выучили choice, все выучили песенку, все подспевали. Какой же здесь был момент визуализации, да, с помощью чего я помогла им запомнить этот текст. Будьте добры, напишите, пожалуйста, в чате, да, с помощью чего мы эту песню выучили в течение двух минут. Как вы видели, мы даже не открывали с ними классбук, где эта песня есть, потому что это бесполезно смотреть, как бы, да, бесполезно читать, они еще не умеют все это читать, да. Поэтому мой вопрос к вам, какой вид визуализации, жесты, спасибо, Маргарита, абсолютно верно, gestures, конечно, конечно, причем вы можете самостоятельно придумать то, что вы считаете нужным. Я это вижу вот так, я специально добавляю моменты с кайт, что вас занесло, перекрутило, беу-беу, этот байк, для того, чтобы привлечь их внимание, для того, чтобы их заинтересовать этим, да, вот, ну, потому что I am into family and friends, и все эти песни я обожаю, так же, как и мои дети. Тут я вам дам небольшой lesson plan, да, вот, pre-singing, конечно, были teaching lyrics with gestures, да, то есть мы все это запомнили. Сначала мы просто кайт показали, потом big red kite, потом my big red kite, да, потом singing do, вот, как вы видели, здесь разные моменты взаимодействия, то есть сначала была фронтальная работа, потом групповая, когда они делали train, то есть была небольшая движуха, но, тем не менее, был порядок. Это очень важно when you set up the songs, да. Да, и после этого, как я говорила, должен быть, что это? The red speaking! Поэтому я показывала различные картинки, где есть train, bike и kite, и они мне их описывали с помощью вот этого vocabulary, да. Нет картинок, значит, можно открыть класс бук, point and name, what is it? This is my big red kite, this is my big green bike и так далее, да. Вот одна из песенок, да. Еще одна песня из Family and Friends, one, тот же самый возраст, это уже где-то середина года, то есть, который вы видели, это сентябрь месяц, да, чтобы вы понимали, то есть это буквально вот самые первые занятия с детьми. И, тем не менее, вы видели, что есть порядок, да, вот та группа, которую вы видели, это очень шепотная группа, очень, все как один, все как один, full of beans, вот. Но, тем не менее, был порядок, вы видели, да, что все выполняли не потому, что камера стояла, they used, they got used to the camera, вот, а потому, что действительно я их занимаю, они очень заняты все всегда. Вот, vocabulary song, да, at the park, так вот, здесь тоже можно использовать жесты, но не совсем жесты, уже здесь нам помогут, конечно, да. Значит, песенка следующая, at the park, it's so much fun, for you, for me, for everyone, вот такие как бы так слова, да. Я вам сейчас поставлю немножечко аудио, чтобы вы имели себе представление, не слышали, sorry for my bad voice, я не певица. Абсолютно, а чтобы вы слышали, что оно очень заразительное тоже, потому что тут такая гитара пошла, да. At the park, it's so much fun, показываем it. For you, for me, for everyone, play on the seats or play in the pool, keep the ice cream, it's nice and cool, play with the frisbee, play with the ball, play on the seats or play in the pool. То есть, как Ольга пишет за мной, я такая молодец, сначала написала Ольга, что динамичная, а потом следующая строчка уточнила песню. Ну, ладно, я не буду обижаться, я себя тоже динамичной считаю. Значит, вот эту песню уже жестами вы не покажете. То есть, вот здесь припев, который я вам показала. At the park, it's so much fun. Вот так, мои дети почему-то будут показывать. It's so much fun. For you, for me, for everyone. А дальше, когда пошел куплет, он идет очень быстро, и там идут достаточно сложные слова. Смотрите. Play on the seashell, play in the pool, eat an ice cream, it's nice and cool. То есть, это достаточно сильный такой вокабуляр, да. И уже идет collocations, как бы не просто фраза идет, pool, bike, а идет уже как бы collocations. То есть, поэтому вот в этой песне, я говорю, но она уже идет к середине года, поэтому к этой песне идет следующий lesson plan, да. Как и обещала, у вас будут несколько готовых алгоритмов работы с песенками, да. Значит, сначала name the pictures, то есть сначала мы повторяем с ними, это park, поэтому там мы повторяем seashell, ice cream, ball, там, и так далее. А потом идут collocations, то есть play on the seashell, play in the pool, там, eat an ice cream, play frisbee, то есть мы запоминаем с ними эти collocations. Потом я им ставлю песенку, и они, опять же, они еще не способны прочитать этот текст, поэтому я им ставлю песенку, а они number the pictures делают, то есть первое идет play on the seashell, там есть эта картинка слева, сейчас я вам покажу. Вот здесь картинка слева, да, то есть они пишут, что это номер один. Play on the seashell, play in the pool, это номер два. It's an ice cream, it's nice and cool, да, то есть вот таким образом, как бы, они делают это все, расставляют циферки, да, и потом, так, как мне их теперь убрать? Вот так, ой. Вот, и после того, как они это сделали, we stand up, да, и начинаем сам куплет, как бы, делать. Вот, они смотрят на картиночки и поют. Мы с ними припев делаем с помощью justices. At the park, it's so much fun. For you, for me, for everyone. А потом они point to the pictures, воспроизводят это, и все у них получается, да. После того, как, опять же, fell singing, что надо сделать? Speaking надо сделать. Кто будет speaking делать? Дети будут speaking, учитель ничего не будет делать, учитель будет ходить и мониторить. Это не ваша роль исправлять ошибки там или повторять тысячу раз, это не ваша роль, да. Ваша роль мониторить и направлять just to guide them. Поэтому в парах посадили их, да, опять же, должен быть cool down, не только speaking, а cool down. Поэтому мы их посадили, please, open your, open your classbook, sorry, здесь не будет, потому что он уже открыт, да. Student 1 называет picture, например, 3. Student 2 говорит, eat an ice cream. Student 1 говорит, 1. Student 2 отвечает, play on the CISO и так далее. То есть они и vocabulary отработали, и был cool down. Вот такие вот замечательные vocabulary songs есть у нас с вами в Family and Friends. И еще одно покажу из этого же уровня, да, это it's a wonderful day. Это уже конец года, да, конец года, смотрите, здесь тоже она очень динамичная, как написала Ольга, и очень сложный vocabulary. И они, в принципе, уже умеют читать к концу года, вот, но тем не менее, чтобы помочь им запомнить, чтение не поможет. Смотрите, слова следующие. Hey, hey, it's a wonderful day, we are going to the beach today. Да, для того, чтобы помочь моим деткам это запомнить, я использовала немножко другие моменты визуализации. То есть, как вы видели, в одной песне мы используем gestures, в другой песне мы используем только класску, как вот здесь у нас был про парк, да. Ну, согласитесь, это глупо искать другие картинки, flashcards, там какие-то печатать, я не знаю, невероятно, когда у тебя есть такие классные картинки в classbook. Поэтому мы просто ее открываем и работаем с ней. Вот она и наша визуализация есть. Мы просто, чтобы себе облегчить запоминание, мы визуализируем эти картинки и ставим на них циферки, что за чем идет. Вот и все, да. Здесь больше, и здесь не все, vocabulary, больше collocations, и здесь не все они представлены на картинках. Вот, но тем не менее, это лексика beach, и у меня есть flashcard, замечательный flashcard, не с глаголами, а с предметами вот этими, которые вы видите. Видите, тут есть lollipop, ice lollipop, тут есть ice lollipop, тут есть frisbee и так далее, да. Я покажу вам фрагмент этого урока, как мы учились с ними. Надеюсь, все увидят и услышат. Чтобы это не было затянуто, я буду немножечко листать, но я думаю, что вы саму идею поймете. И я попрошу вас, то есть пока вы смотрите, себе делайте заметочки, да, то есть план урока, как вот, и потом сравним со следующим слайдом, с моим. Планом урока, да, совпадает ли у нас. Как вы видите, то есть постепенно, да, то есть немножко вначале, когда мы чувствуем, что сделали, у нас было немножко русского, да, потом, когда мы делали этот праг, уже этого русского не было. Сейчас вообще все на английском, то есть постепенно мы разумно, да, убираем русский и вставляем английский. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Карточки» «Один раз купил и забыл, да? Продаются они вместе с Teacher's Research Pack Выглядит он вот такой толстой тяжелой папочкой В Teacher's Resource Pack вы найдете карточки вэклебары То есть все, что у нас как бы есть в учебниках Вы найдете фоник с карточками Вы найдете еще плакаты К каждому юниту есть плакаты, да? «Один раз купил» И пользуйся тебе, пожалуйста, как бы всю жизнь. Действительно очень рекомендую, потому что качественные, хорошие материалы, да, вот, что касается визуализации этой песенки, она настолько им нравится, мы вот экзамен сдаем, после Family and Friends 1 мы сдаем международный экзамен стартер, и они поют все время, hey, hey, it's a wonderful day, we are going to exam today, вот так поют, да, то есть они могут принимать все, что есть, да. Да, Family and Friends 2 тоже имеет отличные песенки, здесь, конечно, уже дети постарше, это, скажем, уже так, 4-5 класс общеобразовательной школы, уже им не очень нравится петь, поэтому я не все с ними здесь пою, больше перехожу уже, как я говорила, на аутентичные песенки, вот, ну, чтобы не очень по-детски было, но именно вот эта, например, грамматическая песня, да, очень-очень нужна, и мы ее поем, и мы ее делаем. Песенка следующая, what do you do in the morning? Окей, я поставлю вам аудио, чтобы вы тоже понимали, о каком уровне идет речь. Listening, listen and sing, what do you do in the morning? I have my breakfast, I go to school. That's what I do, that's what I do, that's what I do in the morning. Понятно, да? То есть, в принципе, тоже она динамичная достаточно, здесь из грамматики что у нас идет? Ну, во-первых, идет present simple, what do you do? Во-вторых, идут вот это in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, да? Вот, поэтому я делаю вот здесь эту песню по тому же, в принципе, по тому же, в принципе, принципу, как и beach song, да? То есть, они слышат и вставляют на доске глаголы, да? Да, я очень быстренько покажу, потому что, к сожалению, вебинар уже подходит к концу, а я не все, что хотела, успела вам рассказать. Вот, поэтому я буквально очень быстренько покажу начало урока, говорю, но в конце я обязательно дам вам ссылочку сейчас, где вы сможете полностью посмотреть этот фрагмент урока, чтобы лучше понять. Сначала я повторяю с ними, опять же, это карточки family and friends. Вот, in the morning, пишу what do you do? То есть, они также распределяют. То есть, мы пораспределяли с ними, дрилем, опять же, да? После того, как мы спели песенку, обязательно должен быть что? Cool down и speaking, надо дожать эту структуру. Согласитесь, эта структура очень важна, она используется в everyday conversations, как бы, да? У меня была следующая игра. Это по группам, они поют. То есть, я вместо what? Когда? 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 Ну что же? Когда? Когда? They take turns to ask each other this question. То есть те же самые слова, которые я использовала, как бы, да, verbs, с доски я их убираю, и мы просто с ними играем. Такая вот, как бы, идея, да, то есть все очень похоже, как бы, на предыдущее, что я вам показывала, да, lesson plan. Смотрите, так, я смотрю просто, sorry, пролистываю чат, не пропустила ли я чего-либо. Итак, то есть сначала pre-teach parts of the day и what do you do, потом они слушают, вставляют эти глаголы, да, categorizing, потом drilling идет, конечно, без музыки, понимаете. Ошибка многих учителей, я вот много езжу, говорю, по стране, и своих учителей смотрю, что когда играет песенка, учитель поет, а дети нет. Так не должно быть, мы не для этого делаем песенки, поэтому, конечно, должен быть drilling without music. Потом мы опять пели вместе, потом пели по группам, у меня по парам, вот здесь было 4 пары, потому что здесь у нас 4 куплета, да, и потом у нас был вывод в спикинг, как бы, да. Вот, дальше переходим к нескольким, как бы, интересным вопросам таким, да. Should the teacher send it? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате ваш ответ, да. Да, пишет Ольга. Вы знаете, я тоже так считаю, как бы, да, что петь учитель должен, как вы это не назовете, петь или подпевать, зачем? Не потому что to provide the module, да, нет, модель у них и так есть, как бы, в аудио, да, для того, чтобы быть с детьми на одной волне. Я тоже считаю, что я совершенно, как бы, не умею петь, у меня нет особого голоса, у меня нет никаких вокальных данных, но, тем не менее, я пою детям, это очень-очень нравится. Когда я говорю, sorry, I can't sing, конечно, они говорят, no, miss Olga, you can sing very well. Это я лишний раз просто у них нарываюсь на комплимент на самом деле, да, то есть не нужно быть обязательно там певителем для того, чтобы это подпевать. Но чтобы быть с детьми на одной волне, вам нужно, конечно же, участвовать. От этого зависит, насколько продуктивно это будет. Как вы можете от детей требовать того, чего вы сами не делаете. Следующий вопрос, можно ли визуализировать любую песню? Да, конечно, визуализировать можно любую песню. Мы сейчас с вами посмотрели, что она бывает разная, как бы, да, визуализация. То есть это может быть, это может быть карточки, да, это может быть просто gestures, или это может быть книга сама, да, с уже картиночками, которые у нас есть. Но в любом случае визуализировать можно абсолютно все. И есть, как бы, золотое правило для того, чтобы песня действительно успешно прошла. Stick in their head и speaking в конце концов был. Значит, Golden Rule заключается из следующих компонентов. К визуализации вы добавляете gestures, плюс teacher's participation, да, плюс speaking outcome в конце, и обязательно должен быть cool down, да. То есть это может быть либо через speaking, либо через какой-то activity in the workbook с этой лексикой связанной, да, но cool down должен быть обязательно. Если вы все эти компоненты соберете вместе, то вам гарантирован, как бы, perfect classroom management. Поверьте, у меня дети не ангелы. Все, что вы видите на фрагментах уроков, да, это живые уроки, это не постановочные уроки, поэтому видите, что у них есть ошибки и так далее. Но тем не менее, и дети говорят, у меня не ангелы, они все очень живые, они все очень подвижные, но тем не менее все managed, everything is managed. Дальше, live positive lessons у вас получаются с песенками. Нельзя сидеть. И в конце концов, самая главная цель будут достигнуты, да, это что young learners will speak English, абсолютно, да. Если вы просканируете сейчас этот штрих-код, я прошу прощения за то, что я опаздываю, я уже закругляюсь, завершаюсь. Значит, чтобы получить больше информации по этому вебинару, вы проходите по этой ссылочке, это ссылка на Google Диск, где вот все материалы, презентация и все вот эти уроки, видеофрагменты уроков, которые я вам показывала, вы все это можете посмотреть полностью, не так фрагментами, а полностью записи этих уроков, да. Также там вы увидите все песенки Family and Friends, о которых я говорила, и не только Family and Friends, все, которые я сегодня озвучивала полностью, аудиотреки тоже даны. Вот. Дальше. На самом деле я не говорю вам goodbye, да, я говорю вам see you, потому что в ближайшее время у нас будет проходить очень много интересных мероприятий. Например, с Reload, как вы знаете, эта компания не только известна тем, что она является эксклюзивным дистрибьютором Oxford University Press, но и тем, что у них есть очень интересный проект про учителей, да, то есть курсы повышения квалификации для учителей, в принципе, чем мы с вами сейчас и занимаемся. И вот в феврале месяце будет проходить курс повышения квалификации именно про детей, обучение английскому детей, младшего школьного возраста. Стоимость очень адекватная. У вас есть дистанционная часть, которую вы проходите, вам дается месяц доступа, как бы, да, выбираете, да, будет. Будет приглашена ваша слуга. Очная часть будет проходить у нас 17 февраля в Москве. Тем, кто не сможет посетить, значит, будет онлайн-трансляция. Что мы будем делать 17 февраля? Ну, во-первых, как работает с Young Learners, да, мы с вами знаем, что очень часто нас доносит больше в сторону фан, и мы выбираем с вами, какие геймс взять, все-таки то, что более фан или то, что более нужно. Вот как найти этот баланс и как адаптировать классные игры к тому, чтобы они были еще и эффективны, кроме фан. Да, вот об этом будет у нас лекция Efficiency vs. Fun. И я поделюсь своими топ-активитис, топ-геймс с Young Learners, которые однозначно и эффектив, и фан. Да, то есть вы получите тоже готовые такие вот топ-игры от меня и, конечно, от участников, которые будут. И будет for task-based learning. Спасибо, Алена выложила вам ссылочку тоже подробненькую. Да, что такое task-based learning? Дети и родители хотят видеть, как они могут английский применять в жизни. How it is relevant to their life situation. Так вот, с детками уже мы можем это показать. Как распрограммировать это, как это вставить в свой кюриквилум, как это правильно построить, да, чем отличается task от упражнений, от просто проектов. То есть вот максимальная польза от вашего учебника, task-based можно делать на любом учебнике, вот эту всю информацию вы получите 17-го числа в Москве. Но в Москве я буду не один день, я буду там три дня, поэтому я вам расскажу еще про два дня, 15-16 февраля, чтобы save your date, пожалуйста. 15-го февраля в Митине мы встречаемся, Митина-Пятницкое, шоссе 17, мы встречаемся с вами на два очень интересных мероприятия. Stand out with Cambridge exams. Если вы хотите развиваться, если вы хотите выдавиться из толпы, как кембриджские экзамены помогут вам это сделать, если вы на стадии развития своего центра, да, приходите, пожалуйста, это лекция бесплатная. И второй мастер-класс будет о том, как интегрировать экзаменационный task в процесс урока, так чтобы экзаменационная подготовка была и эффективная, и fun. Вы уже поняли, что я специалист по этим делам. И 16-го февраля, в воскресенье, тоже на базе Релот в Москве, там же, где у нас будет проходить тренинг и 17-го числа, да, там у нас будет тренинг, по Young Learners также, Teaching Young Learners Grammar. Зачем учить грамматику? Как ее обучать? Как ее вставлять в программу? Какие задания дополнительные вставлять? Где брать эти учебники по грамматике? Все это я расскажу вам на этом тренинге. После тренинга у вас будет несколько тоже готовых уроков. Young Learners, как им эффективно и здорово, и present grammar, и отработать ее. Все я с вами поделюсь, конечно, вот, 16-го февраля. Полную информацию обо всех этих мероприятиях вы видите у меня на страничке. Сейчас вам дам ссылочку, да. И также пару слов буквально скажу, что в августе будут тренинги полностью по Young Learners, которые будут длиться неделю. 15-го августа это будет в Кыргызстане, в Кыргызии. Пожалуйста, кому интересно, пишите. Будем пробовать вас туда записать. И в самую последнюю неделю будет тренинг у меня здесь, в Великих Луках. Вы будете теорию слушать, потом смотреть урок, потом мы будем это обсуждать, и на свои уроки будете уже сразу применять. С 5-го по 11-е июля состоится наша уже, если я не ошибаюсь, 5-я школа для учителей Финляндии. Пожалуйста, записывайтесь. Чем интересна школа Финляндии, коллеги? Тем, что одновременно у вас будет 3 в 1 программа, 3 в 1. Вы будете методику повышать, ее читаю я, вы будете English свой совершенствовать, потому что у вас будут уроки с носителями языка, да, teachers тоже нуждаются в English Language, и у вас будет возможность посмотреть Финляндию и другие страны. То есть вот такая экскурсионная программа. Стоимость здесь совсем невысокая, поэтому не бойтесь, пожалуйста, проходите по моим ссылочкам и смотрите полную информацию. Еще раз говорю, Cambridge Teacher называется группа ВКонтакте, здесь есть мой телефон, на нем Viber и WhatsApp установлены, пишите, и по этому QR-коду вы можете пройти на эту группу сразу, Cambridge Teacher, где вся up-to-date information выкладывается, да. Ну что ж, я хочу сказать всем спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня для себя вынесли, как бы мне хотелось и как, я надеюсь, так и получилось, что и преподаватели, которые только начинают работать, и преподаватели опытные, что-то из сегодняшнего вебинара возьмут себе. Вот какой у вас инсайт. Будьте добры, поделитесь, пожалуйста, с нами в чат-бокс, что вы у меня заберете. What will you steal from me today? Спасибо всем за теплые слова, за отзывы. Так, очень много полезного, хорошо. Мне бы хотелось конкретно, вот what will you steal from me? Конкретно, что-то есть, вот что до вас дошло, возможно, сегодня, да, то, чего вы не делали разным. Так, пишет Ольга, что разнообразить можно работу с песнями, да, действительно, они многие. Главное, четко для себя понимать, что-то четко для себя понимать, что, для чего именно ты делаешь ту или иную песенку, да. Вот, Валентина признается, что будет петь вместе с детками. Да, да, Маргарита пишет, дожимать песен. Это очень важно, я рада, что вы это взяли. Конечно, именно дожать, для того, чтобы вывести на speaking, да, баланс между развлечениями и обучающими моментами. Конечно, не забудьте обязательно делать cool down, потому что не только warm up должен быть, не только young learners должен быть, вот этот drive и fun должен быть cool down потом, однозначно. Еще пишут, что some titles of the songs, отлично, конечно, берите goodbye song, обязательно, конечно. Жалко, я сейчас не могу с вами вас обнять и сделать с вами goodbye song, это было бы отличное эмоциональное завершение нашего вебинара. Ну что ж, я рада, что у вас есть insights, значит, мы с вами провели этот час с копеечками не зря. Спасибо, что были с нами, спасибо компании Reload, что пригласила меня на очередной вебинар. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества, и с нетерпением жду вас, дорогие коллеги, на наших последующих мероприятиях, и в частности на мероприятиях в феврале в Москве. Очень ждем вас, всем приятной работы, пойти на здоровье со своими детками, и до связи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok